Хроники Нарнии Лев, колдунья и платяной шкаф Автор сценария – Алан Сеймер Продюсер – Пол Стоун Режиссер – Мэрилин Фокс Ура! Третья серия Фаун Тамнус арестован за то, что покрывал шпионов и подружился с человеческим существом Могрин, капитан тайной полиции Да здравствует королева Сомневаюсь, что мне здесь понравится Луси, кто это королева? Она вовсе не королева, а злая ведьма Белая колдунья Она заколдовала всю страну Нарнию Она сделала так, что здесь всё время зима, но нет Рождества Есть ли смысл идти дальше? Становится всё холодней Нам нечего есть Идёмте домой Нет, мы не можем прийти домой Несчастный Фаун схвачен колдуньей по моей вине Он подружился с человеческим существом, то есть со мной Надо попытаться его спасти Какой от нас толк? Молчи! Что скажешь, Сьюзан? Не хочу делать больше ни шагу вперёд Жалею, что пришла сюда Но, по-моему, Люси права Надо попробовать чем-то помочь этому Фауну Согласен Плохо, что у нас нет еды Давайте вернёмся и возьмём что-нибудь в кладовке Нет уверенности, что мы вернёмся в эту страну, если уйдём из неё Я считаю, надо идти вперёд Да Правильно Вперёд Вы настолько лучше меня, что не хотите со мной говорить? Ну, что тебе? Мы не знаем, где сидит под арестом этот Фаун Верно И откуда нам знать, что он невиновен? Нам сказали, что королева колдунья А что, если она хорошая? Этот Фаун спас Люси Это он так сказал Точно неизвестно Питер! Питер! В чём дело? Там что-то движется Где? Там, между деревьями Где? Где? Да, я вижу Кто это? Что бы это ни было, он от нас прячется Идёмте домой Кто это? Какой-то зверь Смотрите, смотрите Вот он Это бобёр! Я видела его хвост Он хочет, чтобы мы шли за ним Вопрос, надо ли? По-моему, бобёр добрый Откуда нам знать? Надо рискнуть Какой смысл стоять на месте? Я хочу есть Попробуем за ним пойти Держитесь вместе Будьте готовы дать бобру отпор Если окажется, что он наш враг Скорее Надо идти в чащу На открытом месте оставаться опасно Хм Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я дала его там носу, когда он плакал Верно Бедняга Перед арестом он едва успел передать платок мне Он сказал, что если с ним что-нибудь случится Я должен встретить вас здесь и везти дальше Говорят, скоро придет Аслан Где находится господин Тэмнус? Не разговаривайте здесь Я отведу вас туда, где мы поговорим спокойно Субтитры создавал DimaTorzok Какая чудесная плотина Ничего особенного Ерунда Ну вот, мы пришли Госпожа Бабриха нас ждет Видишь два холма? Мой дом между этими холмами Эдмонд, идем Госпожа Бабриха, я их нашел Нашел! Вот они, сыновья Адама и дочери Евы Вы пришли Наконец-то Как хорошо, что я дожила до этого дня Картошка варится Чайник уже закипает А вы, господин Бабер Ловите нам рыбы С радостью Ты пойдешь со мной Ну вот Снимайте ваши шубы Хорошо Прекрасно Садитесь Садитесь Давайте мы вам поможем Ну что ж Ты порежь хлеб Ты поставь тарелки в духовку Пусть согреется А ты налей пиво господину Бабру Есть! Господин Бабер Расскажите про господина Тамнуса Сначала ужин Надо поесть Начинайте Я больше ничего не смогу съесть Рулет с мармеладом Ну как, съешь что-нибудь еще? В такой погоде у нас не будет ни званых гостей Даже если за вами кто-то шел Он не сможет найти наши следы Так вот О господине Тамнусе Плохи его дела Он схвачен тайной полицией Куда его отправили? Когда мы с ним расстались, его повезли на север Всем известно, что это значит Нам неизвестно Увы Это значит, что его повезли в дом колдунии В ее дворец Что с ним сделают, господин Бабер? Точно сказать не могу Немногие из тех, кто туда попадает, возвращаются назад Говорят, во дворце полно статуй И во дворе, и на лестнице, и в коридорах Это люди, которых она Сделала Каменными Мы должны спасти Тамнуса Не сомневаюсь, мои дорогие, что вы бы спасли его, если бы могли Но вы не сможете войти во дворец и вернуться оттуда живыми Не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать Фаун Тамнус спас мою сестру, рискуя жизнью Мы не можем допустить, чтобы с ним поступили так жестоко У тебя ничего не выйдет, сын Адама, ничего Правда, теперь Когда К нам пришел Аслан А кто такой Аслан? Кто он такой? Вы Не знаете? Он Царь Он властелин нашего леса Хотя, как вы понимаете, он не часто здесь бывает На моей памяти не был ни разу Но до нас дошли слухи, что он пришел Он сейчас в Нарнии Он накажет белую королеву Не вы, а он спасет Тамнуса А его она не сделает каменным Ты сказал глупость, дорогой сын Адама Большую глупость Можно ли сделать каменным его? Хорошо, если колдунья, взглянув ему в глаза, сможет устоять на ногах Хотя, и это вряд ли ей удастся Нет, он наведет порядок В наших краях есть старинное присловие Все неверное сразу исправится Если гордый Аслан появится Если он зарычит в честь победы Вмиг исчезнут несчастья и беды Если зубы оскалит он грозно Вмиг не станет зимы морозной Если гревый своей он тряхнет К нам весна, наконец, придет А мы его увидим? Дочь Евы Именно для этого вы у меня Я должен отвезти вас туда, где вы с ним встретитесь А он... Он человек? Аслан, не человек? Конечно, нет Я же сказал, он царь леса Кого называют царем зверей? Значит, он лев? Конечно, он лев Великий лев Мне страшновато встречаться с Альвом Это естественно, моя дорогая Тот, кто при виде Аслана не почувствует дрожь в коленках Тот либо самый смелый, либо просто глупый Значит, Аслан опасен? Опасен ли он? Ты не слушала то, что говорила тебе Бобриха? Конечно, он опасен Но... Он добрый Он царь Хочу его видеть Пусть даже я испугаюсь, когда с ним встречусь Конечно, сын Адама Ты испугаешься? Вы встретитесь с ним завтра Если сможете У каменного стола А где это? В низовьях реки, далеко отсюда Я вас провожу А как же господин Тамнус? Чем скорее встретитесь с Асланом, тем скорее поможете Тамнусу Как только Аслан будет с нами, можно начинать действовать О том, что сюда идёт Аслан, мы слышали давно Никто не помнит, когда Но существ, подобных вам, здесь ещё не бывало Господин Бобёр, а колдунья человек? Она хочет, чтобы мы считали её человеком И на этом основании называет себя королевой Но она не дочь Евы В ней нет ни капли человеческой крови Поэтому она опасается появления в Нарнии людей Опасается уже давно Если она узнает, что нас четверо Она станет ещё опасней Да? Почему так важно, что нас четверо? Ей было пророчество Пророчество В замке Кэр-Паравель, что стоит на берегу моря Есть четыре трона В незапамятные времена в Нарнии прошёл слух Что когда два сына Адама и две дочери Евы Сядут на эти троны Настанет конец не только власти Белой Колдуньи Но и конец самой её жизни Вот почему в пути мы должны быть крайне осторожны Если колдунья узнает, что вас четверо Ваши жизни не будут стоить даже волоска из моей шкуры А где Эдмунд? Исчез Когда? Ты заметила? Нет А ты? Его куртки нет Завимай давай Скорей туда Эдмунд 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 Эдмунд! 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 Нам надо идти. Разделимся на две группы и пойдём в разные стороны. Зачем? Чтобы искать Эдмунда. Искать его нет смысла. Мы знаем, куда он пошёл. Разве вы не поняли? Эдмунд пошёл к ней! К Белой Колдунге! Эдмунд нас предал. Нет, он не мог так поступить. Неужели? Разве он знает дорогу? Знает. Он уже был в нашей стране? Он был здесь один? Да. Он здесь был? Он рассказал, что он здесь делал? Кого встречал? Он не рассказал. Так вот, я уверен. Он увиделся с Белой Колдунгей и встал на её сторону. Она показала ему, где она живёт. Я не хотел говорить об этом раньше, ведь он ваш брат. Но как только я глянул на этого юношу, я сразу понял, он предатель. По его лицу было ясно, что он виделся с колдуньей и ел её еду. Тот, кто долго жил в Нарнии, сразу распознаёт такие лица. По глазам. Всё равно он наш брат. Даже если он подлец, мы должны его найти. Неужели вы пойдёте в дом колдуньи? Вы спасёте себя и брата только если будете держаться от неё подальше. Но мы не можем! Как вы не поймёте? Она хочет схватить вас всех четверых. Она всё время думает о четырёх тронах, что стоят в замке. Если вы все четверо окажетесь в её доме, она сделает ужасное. Четыре новые статуи пополнят её коллекцию. Эдмунд станет статуей? Нет. Она сохранит ему жизнь, пока он один в её руках. Она использует его как приманку, чтобы поймать вас всех. Так им и надо. Королева сделает меня принцем. А Питер будет наказан за то, что говорил про меня гадости. Ты правда хочешь, чтобы колдунья сделала твоих сестёр и брата каменными? Я так не сказал. И она так не поступит. Ты же знаешь, она хочет их схватить. Если не за тем, чтобы превратить в камень, то зачем? Не знаю. Вряд ли она будет с ними ласково. Но так им и надо. Те, кто говорит о королеве плохо, её враги. Может, половина того, что они болтают, неправда. По крайней мере, ко мне королева отнеслась лучше, чем они. Да? Но она злая колдунья. Она королева этой страны. Она обещала, что я буду есть столько рахат-лукума, сколько захочу. И что я стану принцем. А когда-нибудь, королём, я буду править этой страной. Исчезни! Как только стану королём Нарнии, построю приличные дороги. Наступает вечер. Скорость темнеет. А я не боюсь темноты. Аслан. Только он нам поможет. Дорогие мои, важно вспомнить, когда исчез ваш брат. Перед тем, как он исчез, мы говорили об Аслане? Не помню. Да, верно. Он спросил, может ли колдунья сделать каменным и Аслана? Да, это вопрос вполне в его духе. Был ли ваш брат ещё здесь, когда я сказал, что мы встретим Аслана у каменного стола? Если был, он пойдёт туда, станет ждать нас на полпути к каменному столу, преградит нам дорогу, и мы не сможем встретиться с Асланом. Нет. Насколько я знаю колдунью, как только ваш брат скажет ей, что мы все здесь, она примчится сюда и схватит нас. Сегодня же. Ты права, госпожа Бобриха. Надо уходить. Нельзя терять ни минуты. Не нравится мне её дворец. Поворачивать назад поздно. Аслан точно не могла, это просто морда. Потому что… Грасти сверху сверху… Простите, Аслан. Простите, Повторяй. Повторяй. Ты боишься тронуть пса? Холодный, как камень. Он каменный. Ты не причинишь мне зла. Глупый поступок. Было бы хорошо, если бы он ожил и отгрыз тебе голову. Глупый поступок. Ерунда, этот волк тоже каменный. Кто ты? Ни с места незнакомец. Кто ты? Я вам отвечу, сэр. Моё имя Эдмунд. А я Могрим, глава тайной полиции Белой Колдуньи. Зачем ты пришёл? Я сын Адама. Я недавно встречался с Её Величеством в лесу. А сейчас я пришёл сказать ей, что мои сёстры и брат в Нарнии, совсем близко, в доме Бобра. Королева очень хотела их видеть. Я сообщу о них Её Величество. А ты стой здесь и не двигайся, если дорожишь своей жизнью. Ты выдал их. Ты предал сестёр и брата. Молчи. Идём. Идём. Удачливый любимец королевы. Хотя, может быть, не такой уж и удачливый. Я пришёл, Ваше Величество. Как ты смел явиться один? Я сто раз тебе повторила. Приведи с собой остальных. Я сделал всё, что мог, Ваше Величество. Они в домике на плотине, совсем близко. В верховьях реки. У Бобра и Бобрихи. Хорошо. Ваше Величество, в Нарнию пришёл ещё один гость. Аслан. Аслан? Он здесь? Это правда? Если я выясню, что ты мне солгал… Ваше Величество, я лишь повторяю слова Бобра. Аслан. Аслан! Приготовь мои сани, и чтобы на сбруе не было колокольчиков. Нас не должны услышать. Мы настигнем их незаметно. И схватим их всех. В ролях Ричард Дэмси, Софи Кук, Джонатан Скотт, Софи Уилкокс, Мартин Стоун, Кэрри Шейл, Лесли Найкл, Барбара Келлерман и другие. Композитор Джеффри Бёрган. Оператор Тревор Уимлет. Совместное производство компании BBC и Wonderworks. Фильм озвучен по заказу клуба «Другое кино». Композитор Джеффри Бёрган. Композитор Джеффри Бёрган. Композитор Джеффри Бёрган.